Добрый день, друзья и гости канала! Сегодня готовлю легкий суп. Его можно использовать как шурпу, то есть как часть полноценного обеда. Можно употреблять при диетическом питании. И самое главное, ваши дети не смогут от него отказаться. Но посудите сами, что мы слышим от детей? Мам, а что это тут плавает? Это зелень! Не люблю! Фу! Не люблю вареный лук! Не люблю вареную морковь! И так далее. Здесь этого всего нет. Мясо нежнейшее, без костей и без жира. Вам интересно? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем друзьями! Приготовление настолько просто, что справится тот, кто никогда не готовил. Итак, начнем. Я буду готовить в кастрюле на 5 литров. Наливаю воды, пока 3 литра. Потом, если останется место, добавим. И сразу ставлю на огонь. Готовится у меня все быстро. Берем филе кур. Не стесняемся. Мяса побольше. Это наше все. Источник белка и кальция. Строительный материал всего организма. У меня тут около 2 кг. Это на 5 литров супчика. Супчик разойдется за 3 дня. Дальше берем ваш любимый нож. И пилим это на кусочки. Примерно 3 на 3 сантиметра. Если кто-то скажет, что готовить суп из филе это дорого. Нет. Я его вырезаю из кур, которые идут для запекания. Добавляю в супы, каши, делаю котлетки. Это выгоднее, чем покупать свинину или даже отдельно филе кур. Итак, получилась вот такая гора мяса. У меня острый нож. Все разделывается очень быстро. Вода в кастрюле и не успела закипеть. Дальше закидываем нарезанное филе в кастрюлю. И переходим к следующему этапу. Выбираем крупу. Что любят ваши дети? А что любите вы? Может это рис? Суп получится очень нежным. Или пшено. Оно содержит много железа. А у меня будет фасолька. Очень люблю бобовые. Моем под краном и отправляем в кастрюлю. Перед закипанием собирается белая пенка. Это накипь. Ее нужно снять. Это она делает наши супчики непрозрачными. Собираем ее ложкой по поверхности и смело выкидываем, пока вся не закончится. У вас, наверное, уже появился вопрос. Как же готовится фасоль без предварительного замачивания? Да легко. Варю ее 2 часа. За это время разрушаются вещества, заставляющие наши животики бурчать. Мой суп безопасен. За полчаса до истечения этих двух часов добавляем соль и специи по вкусу. Соль мешает продуктам развариваться, поэтому она должна быть только в конце. Куркума придает бульону солнечные оттенки. Только не переборщите. Ее вкус достаточно специфичен. Еще полчаса и можно наливать первую тарелочку. Ммм, горячий, прозрачный и ароматный. С таким блюдом справится даже школьник. Подходит всем. И тем, кто экономит, и тем, кто заботится о питании, и тем, кто на диете. Просто, дешево, вкусно, диетично. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok